Мы никто, их не уполномачивал ехать сюда. И они, по сути, они придают нашу страну. Они придают нашу родину. Поэтому вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Елена. У нас... Сказанному добавлю. Да. Сказанному хотел бы добавить, что вопрос о вступлении Евросоюз решает народ на референдуме. Этого референдума не было. Но так называемые третушки взяли на себя миссию и решили, что народ в большинстве уже готов идти в Евросоюз. И при этом мнение народа никто не стал спрашивать юридически. А решили все за народ. И устроили беспорядок. То есть помните, для примера, возьмите Египет. Там они уже на сегодняшний день 10 лет подписали ассоциацию с Евросоюзом. Скажите, у них наступило счастье европейское. У них, по-моему, как было рабство, так стало еще хуже. Египет издревле был великой страной. Что сейчас? Египтяне прислуживают хозяям, которые отстроили отели. И за доллар радуются. Они хотят из нас сделать такое же самое. Мы этого, считаем, не допустим. Спасибо, Сергей. Ну и, значит, мы законопослушные граждане абсолютно. У нас пикет был заявлен с 11 до 12.30 вообще-то. Вот. Я считаю, ну все вот ребята и если кто еще желает выступить. Мы сказали все, да? То есть дадим новости в СМИ, напишем в наших социальных сетях все об этом, да? И вот напоследок еще раз, то есть мы говорим, для чего был создан Украинский фронт. Украинский фронт создан именно для того, чтобы Украина осталась целостным государством. Вот. Чтобы она действительно была европейским государством. Потому что то, что сейчас происходит на Евромайдане, ни в какие европейские ценности не укладывается. Вот. И давайте мы просто скажем, для чего именно мы открыли фронт. Название грозное. Фронт. Вот. Но. То есть он прежде всего в мирных целях для сохранения мира в Украине. Но. Если будет оказано именно незаконное сопротивление. Если, как сейчас происходит, захваты административных зданий. Если под целый ряд уголовных статей, уголовного кодекса попадают все эти деяния, которые там творятся. То есть мы на силу способны ответить силой. Ведь так же ж? Вот. Но прежде всего для нас важен мир. Харьковчане фронт открыли, чтобы люди мирно жили. Харьковчане фронт открыли, чтобы люди мирно жили. Харьковчане фронт открыли, чтобы люди мирно жили. И прощаясь. На сегодня мы сюда еще вернемся. И то, что сегодня не вышел ни один официальный представитель. Да? Трусливо не вышли. Трусливо не вышли. Опять же, то есть, пожалуйста, выйти совсем рядом к этой калиточке. И поговорить с гражданами Украины. Или, по крайней мере, послушать, для чего они приехали. Их наше мнение не интересует. А в то же время, пожалуйста, на Евромайдане. Они там постоянные гости. И даже выступали со сцены. Красота какая. Да. Выступал, кстати, первый президент Литвы. Призывал вообще фактически конституционным действием. Вот. И поэтому мы еще раз хотим напомнить для посольства Литвы. В украинские дела не влезай, страна Литва. А сейчас я думаю, так как ни один представитель не вышел, мы им на память культурненько вот здесь. Да? Или здесь ставим. Оставим эти плакатики. Может, они выйдут, почитают. Вот. А может быть, у них с бумагой в Литве напряженка. Страна маленькая, цены большие. Поможем Литве. Да, поможем Литве. Пожалуйста, ребята. Чтобы... Все на Майдан. А сейчас, пожалуйста. Можно ли мы на фото? Это журналист. Встаньте. Мы попросили на Майдан. И еще пару слов вам, господа. Сейчас, минутку еще. Сейчас, ребят, еще подождите. Выглядывать? А, ребят, а кто подержит? На фоне таблицы, леночками, чтобы они читались. Ребят, у кого скотч есть? Скотч, скотч у кого? У кого скотч был? Сергей! Скотч у кого? Сейчас, минутку, ребята. Давайте со скотчем. У нас все про... Хлопцы. Там уже сами. Несколько раз пропустите. Несколько раз пропустите. Несколько пропустите. Понятно. Понятно. Так, а где вы? А у вас в автобусе там не стоит? Есть. Сейчас, куда? Ну, там на радио где было. Я хочу задержаться. Я не за концентрировал. Они там пришли. Ну, на штурм, не на штурм. Ну, так скажешь. Сейчас, сейчас нам расскажут. Ребят, так скотчем, ну скотч я дал. Кому, ребят, скотч дал? Мы сейчас уйдем! Ваше посольство было первым, но не последним. Ну, не последним. Нужно их отрывать. Ну, пусть они отрывают. А я аккуратненько. А что, на любом случае, не используете? Нет, так не передадим. А так? Да вы и так передадите. Спасибо. Нет, извините, ну нельзя. Это просто нам, потом... Ну, давайте мы это оставим. Ну, а это уже оставим. Хорошо, все, все. Один оставим, все остальное мы оставляем. Как положено. А сейчас я еще хотел сказать. Вот так на громкую нажать. Добрый день, еще раз. Это вас беспокоит харьковчане из Украинского фронта. Мы провели свою акцию, мирную, заранее заявленную. Мы очень разочарованы действиями ваших дипломатов. Ни один официальный представитель не вышел к гражданам Украины, которые проводили буквально рядом с вашим посольством. Да я ж хотел бы, мы с вами уже говорили. Ну, говорю, да. Говорю. Говорю. Давайте. Вы сюда выйдете, на территорию Украины. Там же ж территория Литвы. Я не знаю, зачем? Я вас слушаю. А, вы не выходите на территорию Украины, боитесь? Я как бы не боюсь, я попорный литовский как бы. А, это хорошо. Ну, вы же на территории Литвы, а я на территории Украины. Так сейчас происходит. Смотрите, мы, харьковчане, выразили свой протест. Мы считаем, что правительство Литвы вмешивается во внутренние дела Украины. Что нас возмутило? Заявление МИД Украины от 4 февраля 2014 года, да? Так же ж? Время текущее. Вот. Когда вы заявили о том, что правительство Литвы подтверждает наличие следов от длительных пыток господина Булатова, который, по сути, является террористом, который, его автомайдановцы, чтобы вы знали, они терроризировали харьковчан. Они здесь врывались в автобусы, вооруженные битами, цепями, пистолетом в том числе. Терроризировали харьковчан. То есть, их целый ряд их действий попадает. Так вот, я хочу сказать, смотрите, мы в письменной форме вам предоставим. Вот, вот в письменной форме. Передайте... Скажите, пожалуйста, почему на Майдан выходит... Это юрист. Подожди, почему на Майдан выходят ваши дипломаты, а не выходите вы, как полицейские? Почему к нам выходит полицейская, а не дипломат? Ну, это, пожалуйста, созванивайтесь, примут вас на этот... Мы позвонили, вышли вы опять. Вы звоните... Мы позвонили с того телефона, через певицию. Вышли опять вы, полицейские. Вы звоните мне. Нет, вы звонили секретарю. А вы докладывали? А вы докладывали, кстати, официальным представителям? Я? Да. Ну, что-то они из-за кожи выглядывают. А, да. А вот, что происходит, вы этот убийц... И к нам прислали полицейского, а не дипломата, да? Нет, никто не писал, я вышел. Ну, понятно, дипломаты к нам не вышли, они на Майдан ходят. А они боятся? Я на такие вопросы не отвечаю, у нас никто не боится. Ну, а почему? Ну, получается, то есть не боятся выйти на Евромайдан, а боятся выйти к мирным гражданам Украины. Так получается. Другую сторону слушать не хотят. Ну, вот смотрите, еще раз. То есть в письменном виде мы вам, товарищи, направим. В том числе я вам лично, бородавка Андрей Григорьевич, в том числе журналист, направлю. Если вы не умеете мониторить СМИ, не вы лично, как полицейский, а представители вот этого амбассады этой, литовской. Если они не умеют мониторить СМИ, а читают только украинскую правду и смотрят пятый канал честных новин. Вот. Это ваша беда. Значит, вы не умеете это посольство, зря проедает ваши элиты, ваших налогоплательщиков. Оно не докладывает правительству Литвы о реальной ситуации в Украине. О реальных настроениях украинцев, в том числе харьковчан. Вот. Я направлю, я научу вас мониторить, в смысле ваших работников мониторить. В том числе сообщения СМИ, в которых... Как-то так Юго-Восток может расхерчать. Молодой человек, господин полицейский, мы же вас просто можем выгнать отсюда. Вышвернуть, как котят. Понятно. Все.